Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Ирина Ватрунина, руководитель комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа. Здравствуй, Ирина! Здравствуй, Маша! Рада видеть тебя в нашей студии. Очень приятно, что ты в своем плотном графике. Знаешь, что вот просто загружен, да нельзя. Нашла все-таки время, пришла сегодня в студию. Давай подведем итог 2019 года. Каким он был именно для культуры округа? Потому что, конечно же, огромное количество мероприятий ярких, красочных, запоминающихся. И я думаю, что сейчас зрители их вспоминают с большим удовольствием. Давай подведем итоги. Год действительно был очень ярким, очень насыщенным. Во-первых, это был год театра. Это был год 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И вокруг этих событий было очень много интересных проектов. Большой театральный фестиваль, который проводит, театральный центр «Жаворонки», на который приезжают к нам коллективы со всей страны. Большой кинофестиваль, представителем которого является Егор Кончаловский, также традиционно проходит у нас. И в этом году он прошел в очень широком масштабе. И приняли участники также со всей страны в нем. И не только, и даже с других государств. И из зарубежья, да. Год 220-летний со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, помимо традиционного пушкинского праздника, был наполнен большими театральными показами. Московская областная филармония показывала свои программы, посвященные творчеству Александра Сергеевича Пушкина и театральным произведениям, которые были созданы по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Цикл невероятно красивых историй проходил в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина в Больших Веземах и Захарова. Наши большие достижения, культура, это же не только мероприятия, хотя они у нас были. Кстати, стоит отметить, что масленица, наша масленица, один соцсет, который проходит в Захарова, она стала главной масленицей Пазмосковья в 2019 году в ушедшем. Собрала более 20 тысяч зрителей, для нас это большой успех, большое достижение. Такие мероприятия в 2019 году, они действительно гремели на весь регион. Что не фестиваль, мы первые, что не праздник, округ, и очень часто приезжал и губернатор, и министры, и огромное количество, конечно же, жителей других городов и округов, потому что действительно было на что посмотреть и чему поучиться, что немаловажно. Потому что все-таки 2019 год, новые формы возникли, формы проведения, формы подачи совершенно по-иному, я бы так сказала, с точки зрения культура, культура Одинцовского округа обрела совсем новое лицо. Очень приятно. Не зря старались, не зря заработала вся команда. В этом и этому есть объективные причины. Во-первых, в сфере культуры Одинцовского округа работают очень профессиональные люди. Это и дома культуры со своими руководителями и очень профессиональными командами. Это школы искусств и музыкальные школы, которые являются такой элитой в сфере культуры. Они подготавливают молодых людей и детей к восприятию того настоящего мира искусства, которое мы хотим, и творчества, которое мы хотим сохранить до зрелого возраста в наших детях. Хотелось сразу в этой стезе именно школы искусств сказать огромное от зрителей спасибо за то, что наконец-то эти коллективы вышли на сцену. Потому что до этого всю эту красоту можно было видеть только лишь на отчетных концертах. И только лишь круг родителей, детей, воспитанников школ искусств мог видеть все это. Это потрясающе, конечно, и хореография, и вокальное, и театральное искусство. Ну, это просто изюминки, жемчужины нашего округа. И, конечно же, вот то, что вы их сейчас активно, они просто выступают на разных площадках, и дети действительно гастролируют внутри своего округа, а не только в своей школе. Ну, это прям прорыв. Хорошая традиция у нас появилась. Мы проводим сводные концерты лучших воспитанников и коллективов школ искусства, музыкальной школы Денисовского городского округа. В этом году к нам присоединилась и музыкальная школа города Звенигорода, которая тоже совершенно замечательный коллектив педагогический работает, и абсолютно замечательные, очень талантливые воспитанники. И вот еще одна, наверное, особенность, которую я тоже отметила, то, что если раньше все дома культуры, все центры культуры, но они были немного обособлены. То есть каждый работал на своей территории, каждый работал в своем поселении, то 2019 год показал, что мы действительно одна большая семья, все дружные, все сплоченные, все приезжают друг к другу в гости, все выступают, меняются. Вот это тоже ведь работа ведется, и она тоже возникла. Конечно, эта работа ведется. Маша, ну здесь, наверное, нельзя сказать, что они работали только на своих территориях. Может быть, мы об этом не им слишком много знали. И, может быть, зрители об этом просто не имели сведений. А теперь мы стараемся, конечно, побольше освещать деятельность наших домов культуры, чтобы те, кто приходят в дома культуры, больше узнавали о мероприятиях, о событиях, которые не только в нашем поселении происходят, но и в соседних. Имеется в виду внутри городского, Одинцовского городского округа. Ты уже сказал о том, что культура, безусловно, это не только праздники, это не только красивая обертка, это огромный труд, и в том числе научный. Да, безусловно. У нас есть и в этой области достижения. Хотела бы сказать одну очень важную вещь для нас, для культуры. У нас есть воспитанник, который очень высоко пропозиционировал нашу сферу дополнительного образования, в общем, на уровне всей страны и международного сообщества. Учащийся в Зареченской школе искусств Сергей Антонов стал победителем Дельфийских игр Союза Несовисимых Государств, Странсодружества. И он занимается в Зареченской школе искусств по классу балалайки. Так что у нас такая настоящая олимпийская медаль в культуре есть в 2019 году. Потом есть также Сергей Антонов и учащийся Лесногородской школы искусств Тимофей Стасенко стали лауреатами премии фонда «Новые имена», который возглавляет Денис Мацуев. И Денис Стасенко у нас выступал на 8-м международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в группе Дениса Мацуева на площадке, которая была основной музыкальной площадкой этого форума. Тоже невероятная гордость. Ребята же пассиционируют не только свое творчество, а не только талант своего педагога, не только свою школу. Они демонстрируют территорию и вызывают гордость, конечно, к нашему Одинцовскому городскому округу. И такую зависть с хорошей точки зрения, с хорошей стороны. Но вы даже оставили след и в книге «Рекордов Гиннеса». Мы оставили в 2019 году след в книге «Рекордов Гиннеса». Одинцовский молодежный оркестр принял участие в достижении этого рекорда в Санкт-Петербурге. Исполнялся гимн России, 40 тысяч голосов и 8 тысяч музыкантов. И среди них наш молодежный оркестр, которым руководит Дмитрий Михнович. Оркестр занимается на базе Одинцовского центра развития культур. И, кстати, мы приглашаем, милости просим, юных музыкантов и молодых в этот оркестр. Оркестр у него очень насыщенный концертный график. Ребята успешно и очень профессионально работают. Молодцы. Да, мы попали в книгу «Рекордов Гиннеса». Что касается как раз науки, хочу продемонстрировать, Маша, тебе такое интересное. Издание у нас вышло «Методическое пособие». Это методическое пособие по первичным навыкам народной хореографии. Мы с вами часто видим коллективы, нам очень нравится, потому что это наша традиция, и культурная, и историческая традиция. Певческие народные коллективы выходят на сцену, поют. И есть определенные нормы хореографии, которые бы нам бы хотелось, которыми обладали эти коллективы. И разработчиком этого методического пособия стали руководители Театра народной песни «Теремок». Вот они, семья. Да, семья. Мы тоже неоднократно рассказывали об этом замечательном коллективе, наших новостях и программах, безусловно. Сергей Петров и Юлия Потапова создали это методическое пособие. Театр народной песни «Теремок» занимается на базе Одинцовской детской школы искусств классика. Очень интересная методика, в очень простой и доступной форме изложенная. Ее можно принять как профессиональному коллективу, как любительскому, так и отдельному исполнителю. И Сергей Петров удивительным образом называет эту методику формульной. То есть он шаги, удары, дроби сложил в определенные формулы, чтобы это было понятно и просто для воспроизведения как юного артиста, так и взрослого. И когда юный и взрослый артист овладевают этими формулами, мы с вами видим на сцене вот это органичное сочетание народного пения, народного вокала и народного танца. То есть то, что и является отражением нашей истинно национальной исторической культуры. Вот такое удивительное пособие. И к этому печатному пособию прилагается и видеоматериал. Так что все продемонстрировано визуально. Где это пособие можно найти? Потому что, я думаю, сейчас руководители коллектива заинтересовались данной информацией. А можно обратиться в комитет по культуре. Мы с удовольствием поделимся этим пособием. Ну и, наверное, можно посетить и занятия. Можно посетить занятия Сергея Петрова и Юлии Потаповой. И следует отметить, что их коллектив в 2019 году стал неоднократным лауреатом всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Еще они отметили свои пятилетия. Игранты. Пятилетия. Вот, казалось бы, коллективу всего лишь пять лет. А сколько уже достижений и как горят глаза детей и родителей. Ведь родители тоже активно участвуют в этом коллективе. То есть они пригласили сначала детей, но потом и подтянули, в общем-то, семьи. Целыми семьями. Что немаловажно. Ведь даже президент в своем послании сказал, что ориентируемся все на семью, на возрождение традиций. Конечно же, вот через такие моменты, это тоже воспитательный, огромный. Кстати, это методическое пособие, оно очень высоко было оценено профессионалами Министерства культуры Московской области, как профильными специалистами. И также научная разработка, и она нашла отражение, в общем, в сфере культуры Московской области. И я думаю, что это уже большая гордость наша. Раз уж мы говорим о школах искусств, у нас очень большое достижение в этом году. В этом году 130 бюджетных мест добавилось к сфере дополнительного образования. В этом году мы очень благодарны главе округа Андрею Робертовичу Иванову за высокое доверие. Потому что это очень большие затраты для бюджета. 130 бюджетных мест. Значит, что у нас есть ребята, которые заслуживают поощрения. И некоторые даже были переведены с платных отделений на бюджетную основу, чтобы ребята могли дальше продолжать развиваться в более профессиональном плане. Что еще интересного стоит отметить? Год театра. 2019 год, год театра. И мы его тоже очень значительно отметили. Еще одним таким изданием, ярким, мы им очень гордимся. Такое издание, посмотри. Театр на земле Одинцовской. Издание четвертое. Издание четвертое. Но для Комитета по культуре это первое издание. Оно дополненное, расширенное. Ну, как интересно. С историческими фотографиями. Это издание рассказывает о истории дачных и семейных театров на Одинцовской земле на рубеже 19-20 веков. Одинцовская земля в этом смысле вообще уникальная. То есть, это действительно год 2019 был во многом знаковым для Одинцовской земли. Это и Гу-театр, и Пушкин 220 лет. Ведь и юный Пушкин здесь жил. И, конечно же, театралы до сих пор живут на своих дачах. Вот та самокультура, она зарождалась именно здесь. И именно здесь. И если взять период с 1897 по где-то 1909 годы, это такой расцвет, начало дачных театров и семейных. И в этом издании рассказывается о каждом театре. Есть иллюстрации фотографий исторических, которые показывают, как это было. Есть фотографии основателей театров и тех, кто внес большой вклад в развитие этого направления искусства на нашей земле. Есть сведения о выдающихся артистах столичных, которые проводили здесь время на даче у нас в наших поселках. И также оставили большой след. Наш округ в это время стал очень привлекательным местом именно дачного отдыха для столичной интеллигенции. И это не могло найти отражение в театрах. Автором этой книги стала Светлана Лапшина, руководитель Одинцовского любительского театра. Занимается на базе Немчиновского дома культуры. Светлана в течение уже нескольких лет собирает историческую достоверную информацию об истории театра. И это издание дополнено, расширено, уже вышло из печати. Сегодня презентацию мы проведем и приглашаем 16 февраля в Одинцовский историко-краеведческий музей. 16 февраля будет интересная выставка. Очень интересные гости будут на презентации этого издания. Мы вас приглашаем. Спасибо за приглашение. Обязательно посетим презентацию книги. Это очень интересно. И самое главное, что это наша история. Для наших детей, для будущих поколений это очень важно. Знать историю своей родной земли. У нас есть еще одна книга. Да, у нас есть еще одна книга. Очень интересная книга. Она еще не вышла из печати. Но очень скоро выйдет. То есть мы видим одними из первых. Да. У нас есть сегодня уникальные. Не просто одними из первых, а просто первыми. Абсолютно первыми. Потому что это единственный экземпляр пока. То есть зрители сегодня телеканала Одинцова просто прям премьера. Премьера книги, да. Однозначно премьера. В этой сборнике собраны работы и рассказы о художниках, членах Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья. Художники Одинцовского края. Художники Одинцовского края. Такой альбом выходит впервые. Мы очень этим гордимся. Очень гордимся, что нам повезло, в общем, Комитету по культуре повезло быть инициаторами этого проекта. А автор, кто собирает эти работы, это Ольга Винтер. Она является секретарем Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья. И мы очень ценим этот труд. Смотри, пожалуйста. Очень красиво. И о каждом художнике. О каждом художнике рассказан его и творческий путь, и фрагменты биографии, и представлены работы в хорошем качестве. То есть это издание, которое на многие десятилетия оставит большой след в мире искусства Одинцовского городского округа. Ну и опять же для каждого художника это ведь огромное значение имеет. То, что его работы не просто где-то висят и украшают чьи-то дома, а действительно востребованы. О нем говорят, его знают, его ценят. То есть это большое дело. Я знаю, что этот проект давно вынашивали, хотели, очень много лет, долго над ним работали. И когда выйдет в печать. Вот, что называется, вот-вот ждем. Вот-вот ждем. С этого и откроется новый 2020 год. Каким он будет, Ирина? 2020 год тоже будет очень насыщенным, ярким. По-другому не может быть. Культура – это сфера, которая формирует наше сознание. Она должна шагать в ногу со временем. Должна отвечать требованиям всех возрастных категорий. И требования самой притязательной публики. И должна отвечать интеллектуальным запросам наших жителей. И, конечно, сохранять традиции той земли, малой и большой родины, на которой мы с вами живем. Можем мы сегодня немного приоткрыть завесу и раскрыть некоторые секреты, некоторые моменты. Что ждет жителей и гостей округа в наступившем году? Какие проекты появятся? Новый этап ждет Одинцовский историко-краеведческий музей. Он, наконец, обретет свою юридическую независимость. Он был всегда в составе других учреждений. Теперь Одинцовский историко-краеведческий музей станет отдельным юридическим лицом. Это тоже позволит ему развиваться как музею наравне с музеями Московской области. Тоже приготовлены интересные проекты для посетителей музея. Один из них – это фестиваль глины. Такая интересная история. Предстоит нам арт-фестиваль «Глиняные метаморфозы». Руководит музеем Светлана Геннадьевна Раханова. И она, и ее команда придумали такой интересный проект. А почему глиняные метаморфозы? Что кроется за этим очень интересным названием? Мы знаем, что глина наша Одинцовская, она вложена в кирпич, из которого построены Государственный исторический музей в Москве. Казенные винные склады в Лефортово. Верхние торговые ряды, которых мы знаем как ГУМ. И многие другие здания нам известны исторически и в Москве. Из этого же кирпича построен Одинцовский историко-краеведческий музей. Из этого кирпича построено здание вокзала. Из этого кирпича построено здание дома купца Сорокаумова, где сейчас располагается Одинцовская музыкальная школа. Историки утверждают, что в XIX веке крупнейшие строительные артели стремились работать только в Одинцовском кирпиче. И в этом заслуга производства завода Василия Ивановича Якунчикова. Собственно, чья контора располагалась теперь в Одинцовском историко-краеведческом... Вернее, в чьей конторе сейчас располагается Одинцовский историко-краеведческий музей. И это является, конечно, для нас очень важной составляющей и с точки зрения развития ремеслана территории Одинцовского городского округа. И с точки зрения развития бизнеса. Потому что кирпич Василий Иванович Якунчиков был невероятно востребован. И он немножко опережал свое время. У него был кирпич для разных надобностей. И вам кирпич для печи, и вам кирпич для бани, и вам кирпич для дома, и вам кирпич для оформления фасада. То есть он был очень предприимчивым, очень талантливым человеком. И недалек, вернее, да, и очень недалек от искусства и культуры. Потому что сам он был обучен и очень любил игру на скрипке. И был одним из первых, кто реально положил первые деньги на создание Московской консерватории. И все очень сильно переплетается. Поскольку мы говорим сейчас о музее, следует отметить, что теперь к нам в Одинцовский городской округ присоединился еще один музей. Совершенно невероятный, фантастический. Музей Танеева в Дютькове. Который открывает историю композитора, оставившего не только след как композитора, но как и наставника композиторов и исполнителей. Человека, который формировал русскую музыкальную культуру. И последствия этим ощущаем до сих пор и сейчас. Каждый выходной в музее Танеева в Дютькове проходят музыкальные вечера. Каждый выходной. Приглашаю вас. Приезжайте. Посмотрите, как формировалась музыкальная культура. Опять же, вот 19 век. Стоит о чем еще сказать, что мы обязательно сохраним те мероприятия, которые уже важными стали для нашего округа. Масленица широкая, большая в Захарово обязательно. Пушкинский праздник обязательно. Фестиваль традиции в Захарово обязательно. Кинофестиваль «Магия кино», жюри которого возглавляет Егор Кончаловский обязательно. Театральный фестиваль «Смах крыла» обязательно. И много-много других проектов, которые мы, что называется, пествуем из года в год и делаем их лицом Одинцовского городского округа. Следующий год посвящен и красной нитью сквозь весь год проходит 75-летие Великой Победы. И, конечно, все учреждения культуры, библиотеки, школы искусств, музеи все нацелены на работу по сохранению исторической достоверности, прежде всего. По популяризации творчества, которое отражает ту эпоху, время Великой Отечественной войны. По сохранению историй о людях, которые были очевидцами и внесли свой вклад в достижение победы как на военном поприще, так и на творческом. Потому что мы знаем, что огромное количество творческих людей проявили себя в вводы Великой Отечественной войны и оставили неизгладимый след в истории искусства и культуры. Ирина, конечно, не можем не сказать о том, что в 2019 году возродилась еще одна добрая традиция. Это фестиваль «Серебряные олени» прошел с огромным успехом на территории округа. Да, больше тысячи участников объединил наш фестиваль детско-молодежного творчества «Серебряная олень» в 2019 году. Очень важной составляющей фестиваля этого являются наши жюри. Жюри высокопрофессиональное, жюри, которое может дать не просто оценку выступления коллективу, но дать рекомендации по развитию. В каком направлении двигаться коллективом? Где можно получить новые знания руководителям, чтобы двигаться дальше? А на какую площадку прийти, чтобы выступить? Наши жюри дают рекомендации по фестивалям, в которых наши участники могут себя выигрышно представить. Ну, а на гала-концерте фестиваля наши победители, лауреаты, вышли на сцену вместе с членами жюри. А члены жюри у нас очень именитые. Это и Григорий Гладков, и артистка кино, член Союза гинематографистов, режиссер Арис Шахворостова, певец, высокопрофессиональный наставник по вокалу Сергей Шеремет, мэтры театра, мэтры литературного мира, вышли на одну сцену. И для них это была не просто одна площадка, на которой они выступают с детьми и с молодежью. Это была площадка, на которой они находятся в равных условиях. И для наших членов жюри, для наших наставников было большой честью выступать на одной площадке с такими талантливыми ребятами, которые живут и творчески развиваются у нас в Ницотском городском округе. Теперь с января месяца у нас открывается серия мастер-классов. По итогам 2019 года открывается серия мастер-классов по разным направлениям, в котором будут принимать участие и ребята, и педагоги, и наставники домов культуры, и школы искусств. В общем, такая объединяющая история всей сферы. В ней принимают участие не только те, кто занимаются в домах культуры и в школах искусств, но и любой может прийти на эту площадку, в соответственном положении, и выступить. Были у нас гости из Мерафоминска, из Рузы, из Истры. И надеемся, что география наших участников будет расширяться. Фестиваль очень высокого уровня. И, опять же, высоко отмечен Министерством культуры Московской области. Ирина, спасибо за интервью. Надеемся, что 2020 год будет не менее ярким, красочным, насыщенным и интересным в области культуры. Уверена в этом. Спасибо, Мария. Ждем приглашения на ваше мероприятие. И, конечно же, обо всем расскажем в наших сюжетах и программах. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале Одинцова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok